Валютный рынок Если вы меня видите и слышите, пожалуйста, ставьте свои плюсики в чате, чтобы я знал, что пора начинать. Вижу, что на нуле поставила свой плюсик. Ирина написала «Добрый день». Ольга поставила свой плюсик. Соответственно, я понимаю, что с трансляцией все нормально. Итак, нам пора, соответственно, начинать. Традиционно по понедельникам мы рассматриваем весь экономический календарь в течение недели. То есть обсуждаем все события, которые у нас. И индикаторы есть в календаре. И на протяжении этой недели, соответственно, мы заходим на главную страничку компании Alperi в разделе «Аналитика Форекс». Выбираем календарь событий от FX Street. И давайте посмотрим по всем мажорным валютам, что у нас есть в течение недели. Конечно, я хочу сказать, что не так много событий. Единственное, по США есть очень много важных индикаторов. И мы, конечно, начнем со статистики по США. Итак, значит, сегодня вечером ежемесячный отчет о состоянии бюджета. На мой взгляд, важный индикатор, который может спровоцировать сильную волатильность по американскому доллару, это публикация индикаторов по инфляции завтра в 15.30 по московскому времени. Видно, что выходит статистика за месяц февраль. Я считаю, что эта статистика может значительно повлиять на рынок по определению, потому что именно сейчас за инфляцией следит Федрезерв. Учитывая, что мы находимся в преддверии заседания Федрезерва, я предполагаю, что эта статистика может спровоцировать сильную волатильность на валютном рынке на краткосрочных графиках. Итак, давайте я все-таки покажу, что на данный момент по фьючерсам, которые публикуются от CME Group, видно, что вероятность того, что Федрезерв на следующей неделе поднимет ставку через 9 дней, и получается, то есть на следующей неделе в среду вечером будет опубликовано решение по денежно-кредитной политике. Предполагается, что на 25 базисных пунктов с 1,50 до 1,75 будет повышена процентная ставка в США. Рынок уже полностью отыграл это повышение, и соответственно, все-таки я предполагаю, что публикация статистики по инфляции может повлиять сильно на валютный рынок, будьте на чеку. Идем дальше. В среду обращаем внимание на розничную торговлю. Вся статистика выходит с 15.30. Она также может увеличить значительно волатильность на валютном рынке во время и, конечно, и сразу после публикации данной статистики. А так, в четверг и в пятницу есть очень много индикаторов, но они имеют сейчас более второстепенный характер, мы их прокомментируем. В последующих обзорах. На прошлой неделе вышла статистика по рынку труда США. Видно, что число новых рабочих мест. Давайте я все-таки покажу эту статистику. Вышло на очень высоком уровне. 313 тысяч новых рабочих мест было создано вне сельскохозяйственного сектора февраля. Также предыдущее значение за январь было пересмотрено вверх. Конечно, безработица осталась на предыдущем уровне, но это из-за того, что доля рабочей силы в общей численности населения сильно увеличилось. И, соответственно, я считаю, что на прошлой неделе статистика вышла достаточно хорошей. Да, средняя почасовая заработная оплата повысилась меньше, чем предполагалось. И предыдущее значение было скорректировано вниз. Да, это сейчас является, на мой взгляд, ключевым индикатором для указывающей на силу или на слабость рынка труда. Но все-таки мне кажется, что может быть это такое краткосрочное коррективное движение по данному индикатору. И потом мы увидим улучшение. То есть, скорее всего, вот эта медленная динамика зигзагом вверх по заработной плате, скорее всего, она сохранится. Соответственно, в качестве заключения на прошлой неделе я предполагал, что статистика оказалась достаточно нормальной. И даже число новых рабочих мест оказалось достаточно мощным. Итак, по США это все, что я хотел обсудить. Давайте посмотрим, что по другим валютам. Давайте мы возьмем канадский доллар, потому что это тоже самый континент, Северная Америка. Ничего важного я не вижу в течение недели. Завтра состоится выступление главы Банка Канады Стивена Повоза. Оно будет перед студентами в одном университете в Канаде. Да, конечно, он будет обсуждать денежно-кредитную политику. Но традиционно вряд ли это событие может создать некую серьезную волатильность для канадского доллара. По определению, конечно, если он вдруг ответит на некие важные вопросы, там по денежно-кредитной политике, обсудит вот это последнее замедление в канадской экономике, которое наблюдалось в четвертом квартале, и как это может повлиять на цикл повышения ставок. Вот в этом случае это может увеличить волатильность, поэтому мы всегда должны быть на чеку. Следующая валюта. Давайте мы посмотрим, что у нас по еврозоне. На самом деле, заранее хочу сказать, что почти ничего важного нет. Итак, глава АЦБ выступает завтра перед, там на тему денежно-кредитная политика. На мой взгляд, это единственное важное событие. Хотя мы вспоминаем, что на прошлой неделе состоялось заседание АЦБ. В четверг ставку они, конечно, не поменяли. Объемы выкупа активов, программы выкупа активов оставили на предыдущем уровне. Но в своем решении они убрали АЦБ одно ключевое изречение, а именно то изречение, которое указывало, что при замедлении темпов роста европейской экономики они готовы снова увеличить объемы программы выкупа активов. Это обсуждалось очень активно во время пресс-конференции. Половина вопросов всегда практически затрагивали именно отсутствие этого изречения. Поэтому я хочу сказать, что вдруг, если АЦБ сейчас Мария Драги во время следующего выступления как-нибудь затронет эту тему, почему они убрали это изречение, оно также может вот это выступление спровоцировать волатильность по европейской валюте. А так в целом вряд ли, то есть все-таки я думаю, что нужно следить за данным событием, потому что вдруг если он затронет эту тему, это повлияет на евро как минимум внутри дня. Инфляция это финальная оценка за февраль. Мы в предварительной оценке увидели приблизительно вот эти числа 1,2 и 1,2 по базовому и по индексу потребительских цен. Соответственно, я считаю, что тут какого-либо сюрприза нельзя ожидать по Европе. Именно имею в виду, кроме выступления главы АЦБ, все остальные индикаторы имеют второстепенный характер. Мы их обсудим во время последующих обзоров. Следующая валюта швейцарский. Давайте британский фунт. Хочу сказать, что завтра публикуется отчет по бюджету, годовому бюджету. По логике, это уже заранее знаете, все вот эти бюджеты, которые практически публикуются, они заранее есть проекты, которые рассматриваются, потом они голосуют за эти проекты, бюджеты. Поэтому по определению вряд ли это событие может создать некую волатильность по британскому фонду. Но вдруг будьте на чуку, потому что если там появится какая-то новая информация, это может повлиять на британский фунт. Тем более, что сейчас фунт чувствительен к всяким таким извинениям, которые связаны с Брекзитом. Соответственно, если из-за переговоров по Брекзиту они поменяют что-то в бюджете, это может повлиять на фунт внутри дня. Как минимум, мы можем увидеть такую стабильную волатильность, на мой взгляд. В Швейцарии тут ситуация немножечко интересная, потому что в четверг состоится заседание, очередное заседание, ежеквартальное заседание по денежно-кредитной политике. Посмотрим, есть ли швейцарский национальный банк поменяет как-нибудь хотя бы изречение в своем тексте по денежно-кредитной политике. То есть никто не предполагает, что они сейчас поднимут ставку. Но посмотрим, как они практически будут комментировать европейскую экономику. И может ли, например, улучшение в европейской экономике наконец-то немножечко поменять их денежно-кредитную политику. Поэтому интересно, что будет в этом заявлении регулятора Швейцарии. Япония. На самом деле здесь ничего такого значительного нет. Здесь практически это не заседание комитета по денежно-кредитной политике банка Япония. Тут ошибочно написано. Здесь должно было бы написано протоколы предпоследнего заседания Банка Японии. То есть посмотрим, что в протоколах вот этого январьского заседания Банка Японии. А так в основном публикуются либо запаздывающие, либо второстепенные индикаторы, которые не могут, на мой взгляд, сильно повлиять на японскую иену. Единственное, что я хочу сказать, вот сегодня был упубликован индекс активности крупных предприятий в производственном секторе за первый квартал. Это текущий первый квартал, который пока еще не закончился. Индекс публикует, или точнее исследование публикует Министерство финансов. И здесь предполагается, что в ближайший квартал, то есть во втором квартале текущего года, предполагается, что произойдет замедление темпов роста. Соответственно, на мой взгляд, это является некой предпосылкой для замедления темпов роста японской иены. И также, если вдруг, например, в паре евро-доллар мы увидим сильное движение вниз, то есть типа если доллар получит там поддержку, на фоне ожиданий, что и в Японии может произойти замедление во втором квартале, также пара доллар-иена может пойти вверх при этом сценарии. Но, конечно, если окажется, что доллар начнет падать против евро, он, скорее всего, не сможет вырасти и против иены, и, скорее всего, и в паре доллар-иена будет снижаться. То есть за этим будем следить. Но так вот она предпосылка, указывающая на потенциальное замедление в ближайшее время у роста японской иены. Если, конечно, эти прогнозы оправдаются. Итак, Австралия, следующая валюта. Заранее хочу сказать, что здесь почти ничего интересного нет. Единственное, я завтра посмотрю, какой индекс выйдет от Национального банка Австралии в бизнес-кругах. То есть это индекс уверенности в деловой среде. Другие индикаторы, мне кажется, являются второстепенными. Здесь бюллетен Резервного банка Австралии публикуется в четверг. Все-таки хочу сказать, что он публикуется, если не ошибаюсь, ежеквартально. И, соответственно, это такое некое общее видение Резервного банка Австралии. Очень редко вот эти бюллетени влияли на австралийский доллар в течение дня или во время публикации. Но для понимания ситуации в австралийской экономике, я думаю, что это полезный документ. И стоит его практически рассмотреть. И последняя валюта. Это, конечно, новозеландский доллар. Так, где она? Новая Зеландия. Вот она, Новая Зеландия. Хочу сказать, что завтра состоится выступление заместителя председателя Резервного банка Новой Зеландии Гранта Спенсера. Думаю, что, может быть, его речь может увеличить волатильность как минимум на мелких таймфреймах по новозеландскому доллару. Это публикуется, соответственно, во вторник в 2.45 по московскому времени рано утром. Или для кого-то это сегодня поздно вечером. А так, в четверг публикуется ВВП. По определению, здесь предполагается, что произойдет потихонечку замедление темпов роста в текущем году. Хотя, хочу сказать, что в четвертом квартале предполагается, что в квартальном выражении рост будет выше, но все равно будет ниже 3%. Здесь будет это очень важная статистика. Тем более, что опережающие индикаторы по Новой Зеландии в прошлом году показывали, что в четвертом квартале произойдет замедление. Вот сейчас посмотрим, если опережающие прогнозы правильно спрогнозировали ситуацию в Новой Зеландии или неправильно. Если окажется, что ситуация была правильно спрогнозирована и здесь произойдет падение темпов роста, я думаю, что и на краткосрочных таймфреймах новозеландец может упасть. И наоборот, если, конечно, окажется, что ситуация была намного лучше, чем предполагал рынок и выйдет очень хороший ВВП, и желательно выше 3% без пересмотра предыдущих значений, то есть на той же самой базе, чтобы получилось, что рост будет от 3%. В этом случае новозеландский доллар, как минимум на краткосрочных таймфреймах, может увеличиться по цене. Итак, у меня на этом все по календарю. Жду ваших конкретных вопросов. Уважаемые зрители, если они есть, пишите в чате. А в целом хочу сказать, что после пятничной статистики по рынку труда, на фоне того, что заработная плата не так сильно поднялась, Федеральный Резервный Банк Атланта снизил свой прогноз до 2,5% за счет того, что они ожидают, что темпы роста практически розничной торговли и потребительских расходов будут ниже при более низкой заработной плате. То есть при более низких темпах роста заработной платы. Поскольку я понимаю, вопросов в чате нет, соответственно мы перейдем к графикам. Конечно, если вопросы появятся, уважаемые зрители, всегда пишите в чате. Я буду рад с вами продискутировать самые такие актуальные вопросы. Итак, в целом еще раз хочу напомнить, что господин Трамп на прошлой неделе подписал уже все вот эти документы необходимые для ввода пошлин на сталь и алюминий. Это было либо уже в четверг или в пятницу на прошлой неделе финальные вот эти документы, которые были выложены. Я и даже частично прочитал там на какие, в каких случаях они какие пошлины вводят. Там были 7 или 8 процентовые, 13 процентовые, 10 и так далее. В зависимости от разных случаев. Конечно, это все само по себе говорит, что США продолжают вести вот эту политику торговых войн, которые они синициировали. И соответственно, на мой взгляд, их самоизоляция продолжается. Но это более такой долгосрочный эффект, который рано или поздно может очень негативно повлиять на американскую экономику. Конечно, если она сохраняется в текущем виде, они перейдут на крипторынок. То есть, если там начнет развиваться криптоэкономика, рано или поздно она также пойдет вверх. Но это другое дело. Соответственно, мы идем дальше. Долларовый индекс. На мой взгляд, вероятность того, что здесь формируется впадина вблизи потенциальной линии восходящего тренда. И соответственно, отскок от уровня, который сформировался на основе вот этих двух вершин, увеличивается. На weekly time frame, если посмотреть, все-таки хочу напомнить, что на прошлой неделе не смогло произойти вот это бычье поглощение. Вот оно бы должно было бы обновить вот эту полностью верхнюю часть тела медвежьей свечи. Видно, что этого нет. Соответственно, на прошлой неделе, хотя и евро начал снижаться против доллара, здесь вот этого бычьего поглощения не было. Итак, вероятность того, что здесь формируется впадина, остается. Но пока еще я не чувствую себя очень надежно и комфортно при отсутствии вот этого необходимого медвежьего поглощения. Мне кажется, что может быть уже после середины следующей недели, когда пройдет заседание Федрезерва и когда рынок увидит, по какому пути будет идти Федрезерв во главе новой главы Федрезерва, Джереми Поуэлл. Вот тогда, может быть, рынок уже начнет рисовать некие такие долгосрочные движения. До этого, предполагаю, что на фоне ожиданий будет двигаться рынок и это сложно спрогнозировать. Соответственно, будьте очень аккуратны. Имейте в виду, что до следующей недели, до среды, рынок может себя по-любому повести. Итак, на дневной таймфрейм потенциальная впадина здесь, она есть, там есть бычье поглощение. Но сформируется ли отскок к линии нисходящего тренда на дневном таймфрейме, на мой взгляд, зависит от того, сможем ли мы пробить вот эту красную линию в долларовом индексе. На х4 я ее провел через консолидацию, которая сформировалась января, предыдущая февральская вершина. И, конечно, на х1 видно, что пока еще сигнала, указывающие, говорящие о том, что мы сделали здесь прорыв. Нет. Да, в любое время здесь может сформироваться некое восходящее движение, но на данный момент его нет, поэтому будьте очень аккуратны. Это, конечно, все нарисовалось на фоне изменения в паре евро-доллар. Здесь, грубо говоря, тот же самый график. Видно, что линия нисходящего тренда в очередной раз работала в качестве линии сопротивления. Также вот эти предыдущие впадины имеют важную роль для пары евро-доллар. Я думаю, что эти впадины по-любому ограничат или не пропустят очень легко пару евро-долларов, чтобы пошла вверх. На выкли таймфрейме приблизительно та же ситуация, как в долларовом индексе. Видно, что здесь было одно медвежье поглощение, но на прошлой неделе второго необходимого медвежьего поглощения пока еще не было для того, чтобы спокойно сказать, что это вершина. То есть более спокойно сказать, что это вершина. Да, вероятность есть. Может быть, после череды вот таких маленьких свечей есть потенциал к формированию уже начала движения вниз. Скорее всего, это, если произойдет, будет уже четко ясно после заседания Федрезерва, которое состоится на следующем неделе во вторник и в среду. Но на выкли таймфрейме пока еще нет необходимого такого солидного медвежьего поглощения. На дневном таймфрейме, я не знаю, можно ли назвать это тройной вершиной, но двойной вершиной точно можно назвать. А здесь ту часть, которую мы практически здесь отображали, она показывает, что все-таки здесь сформировалась некая локальная вершина. Итак, на х4 в связи с этим есть вероятность того, что потихонечку может сформироваться этот нисходящий тренд. К сожалению, он исчез у меня здесь. Давайте я еще один раз его нарисую. Так, вот он потенциальный нисходящий тренд, который может нарисоваться на более мелких таймфреймах. Я говорю, он потенциальным, потому что на данный момент его пока еще нет. Для меня необходимо, чтобы было три вершины, чтобы сформировались. Здесь всего лишь две вершины, но все-таки мы видим, что хотя бы после хорошей статистики по Non-Farm Payrolls мы попытались пробить вот эту линию, зеленую линию вот этого восходящего тренда. Итак, на х1 вот он этот критический момент. В очередной раз тестируем вот эту линию восходящего тренда на х4, то есть зеленую линию. Ну, вот тот сценарий, который мы обсуждали на прошлой неделе, что на плохой статистике мы отскочим вверх, она хорошая, будем пытаться пробивать линию тренду и идти вниз. Мне кажется, что мы где-то посередине, потому что все-таки заработная плата не так хорошо выросла. Но все-таки, если посмотреть всю вот эту статистику по рынку труда, я думаю, что она, скорее всего, положительная, она в пользу доллара, поэтому мне кажется, что вероятность того, что здесь будут идти попытки прорыва увеличивать. Хотя до заседания Федрезерва мы можем увидеть любые хаотичные движения. И поэтому в качестве некой потенциальной вершины для меня сейчас я рассматриваю снова вот эту предыдущую вершину 1.24, то есть это установлено вот эта линия нисходящего потенциального тренда. Вот что я хотел сказать, мое видение в паре евро-доллар, то есть четкого ясного пока еще выхода вниз нет. В паре фунт-доллар очень схожая ситуация, как в паре евро-доллар. Знакомый нам график на тяжелом таймфрейме, то есть нисходящий тренд сохраняется, хотя линия тренда была пробита и, соответственно, он значительно слабеет. На уикль таймфрейме, да, мы здесь немножко отличаемся от доллара в индексе и от пары евро-доллар. Почему? Потому что здесь было два раза сформировалось вот это медвежье поглощение. Конечно, на прошлой неделе свеча имела маленький такой бычий характер, но она находится в пределах, во-первых, восходящего тренда на уикле и на дневном таймфрейме, который есть. И точнее, в пределах коррективного движения внутри дневного восходящего тренда. И это коррективное движение, оно хорошо видно на х4. То есть здесь четко ясно видно, что все вот эти вершины снижаются. Соответственно, вероятность того, что если пара евро-доллар пойдет вниз, я предполагал, что здесь остается хорошая вероятность, что эта пара будет идти вниз вслед за европейской валютой против доллара. На данный момент статистика по Британии выходит неоднозначной. То есть в последнее время была череда плохой статистики, но потом вышла не настолько плохая статистика, которая в известной степени может оказать поддержку британскому фунту. Но даже если она окажет поддержку британскому фунту, я предполагаю, что мы хотя бы до 1.36 или чуть-чуть вполне вероятно можем упуститься. Индикатор, то есть отчет, который Национальный экономический институт Великобритании опубликовал в пятницу на прошлой неделе. Давайте мы его рассмотрим за месяц март. Они снизили свои прогнозы по темпу росту с 0.4% до 0.3% в квартальном выражении. И соответственно я хочу сказать, что все это говорит о том, что даже и этот экономический институт, вот он практически их отчет, даже и этот экономический институт чуть-чуть скорректировал вниз свои будущие прогнозы по экономическому роста Великобритании. Все-таки они предполагают, что рост ВВП в 2018 году составит 1.9%. Ранее они говорили, что скорее всего это будет в пределах около 2%. Но я это с целью показываю, потому что хотя они сейчас снизили свой прогноз на ближайший квартал по росту ВВП, за весь 2018 год они сохраняли свой позитивный настрой по британской экономике. И соответственно я думаю, что ожидать какого-либо крушения британского фунта в настоящее время нельзя. Конечно, на более мелких таймфреймах здесь видно, что мы не смогли обновить вот эту ключевую линию. Для меня она является очень важной, потому что, как и ранее, я говорю, что пока мы не обновляем вот этот уровень 1.40.5%, мне кажется, что здесь четко и ясно сохраняется вот эта вершина. Итак, на H1 видно, что мы здесь продолжаем двигаться в пределах вот этих нисходящих мини-трендов. Давайте на самом деле я более правильно их нарисую, чтобы здесь они шли параллельно. Вот видно, что пока сохраняемся в пределах нисходящих движений. Конечно, если кто-то торгует, здесь может рассматривать возможность торговли в этих мини-трендах. Учитывая, что здесь есть потенциал к формированию третьей вершины. Конечно, нужно немножечко подождать, если начнется разворот и, скорее всего, если мы будем тестировать, грубо говоря, вот эту впадину условно, вот оттуда я бы рассматривал на мелких таймфреймах очень маленькую сделку на продажу. Со стоп-лоссом, конечно, выше вот этой вершины и тейк-профитом на уровне где-то 1.36.10. Доллар-франк очень интересная валютная пара. Почему? Потому что в отличие от европейской валюты и от фунта против американского доллара, она на прошлой неделе зафиксировала снижение. То есть франк все равно снизился против доллара в отличие от британского фунта, который практически, вот как выглядит уикли свеча, вот она практически бычья. А здесь мы видим, что в паре доллар-франк ситуация немножечко иная, а именно сформировалась хорошая бычья свеча. Таким образом, здесь есть хорошая вероятность того, что формируется впадина и что мы сохранимся в пределах вот этого серого диапазона. Для начала, даже если начнется некий нисходящий тренд, мне кажется, что потенциал к росту, к потенциальной линии нисходящего тренда, то есть грубо говоря, 97.5-98.5 увеличивается. Здесь вероятность того, что мы зафиксировали впадину и снова входим в серый диапазон, все больше и больше, на мой взгляд, увеличивается. На дневном таймфрейме, пока мы сохраняемся выше красной линии, то есть выше уровня 90.40.60, я в этом случае сохранил свой бычий настрой по паре фунт-доллар. То есть в этой паре, мне кажется, что это был рыночный шум. И, конечно, давайте вспомним, что мы отслеживали на х4. Вот он условный восходящий тренд. Сейчас, может быть, даже если произойдет коррективное движение, я все-таки продолжу эти линии, мы можем увидеть и в будущем отскок вверх. Да, очень важно будет, если мы сохранимся выше этого уровня 94.50-94.60. Это, грубо говоря, вот эта красная линия, которая нам обозначивает пределы серого диапазона. Но на х4 видно, что потенциал к движению в восходящем тренде сохраняется. На х1 четко и ясно, мне кажется, мы обновили вот эту красную зону. И, соответственно, после того, как мы здесь совершили один ложный прорыв, потом снова протестировали красную зону. То есть это были те уровни, в пределах которых здесь сформировался выход за пределы восходящего тренда. Раз они не были обновлены и мы пошли вверх, мне кажется, что это говорит о том, что здесь начинается рост. Все-таки вероятность того, что этот рост именно сейчас продолжится без остановки, на мой взгляд, есть. Но он, скорее всего, подтвердится после заседания Федрезерва на следующей неделе. То есть в преддверии заседания Федрезерва, которое состоится на следующей неделе, мы можем увидеть любую волатильность. Но уже после этого, если Федрезерв поступит грамотно, да, рынок закладывает повышение ставки на 25 базовых пунктов, но если Федрезерв не так жестко себя поведет сейчас, именно в марте, учитывая, что мы имеем новые глава Федрезерва, вот в этом случае на грамотном решении Федрезерва и евро пойдет вниз, и доллар, практически франк, пойдет вверх. То есть следующая неделя сыграет очень важную роль. Видно, что после заседания Европейского Центрального Банка на прошлой неделе подтвердилась вот эта сильная бычая свеча, которая нам показывает, что, скорее всего, еврофранк будет сохраняться в верхней части вот этого условного диапазона между синими линиями, или это 1.15-1.20. Также на дневном тайм-време произошел четкий ясный отскок от потенциальной линии восходящего тренда. Поэтому мне кажется, что здесь потихонечку мы снова будем идти вверх, как минимум до 1.18, потому что здесь зафиксировалась хорошая бычая разворотная свеча на weekly тайм-фрейме, вот эта бычая хорошая свеча, которая отскочила от вот этой ключевой линии, или точнее от вот этого ключевого уровня поддержки. То есть это, грубо говоря, 1.15, давайте даже я его здесь продолжу. То есть это было очень важное движение вверх. Конечно, здесь может произойти коррекция, но после этого я буду рассматривать сделку на покупку. Доллар-иена. Давайте мы сейчас посмотрим, что у нас есть на тяжелом тайм-фрейме. Здесь ситуация немножко становится интереснее. Объясняю, почему. Вблизи 23 уровня по Fibonacci внутри этого серого диапазона, который я рассматриваю и думаю, что останется очень актуальным на ближайшие не только несколько месяцев, а на ближайшие несколько, хотя бы там 2-3 года. Хочу сказать, что здесь сформировалась такая маленькая свеча-дочь. Может быть, она сама по себе говорит, что здесь произойдет пауза снижения пары доллар-иена. Все-таки необходимо понимать, что это именно на границе или на этой линии восходящего потенциального движения. Конечно, я неоднократно здесь показывал, что здесь, скорее всего, рисуется симметричный треугольник, не в идеальном виде. Но, на мой взгляд, видно, что здесь пара получила поддержку. На weekly time frame на прошлой неделе, как и в паре доллар-франк, здесь зафиксировалась хорошая бычья свеча, но она пока еще не совершает вот это желаемое бычье поглощение. Почему я это говорю? Потому что на дневном тайм-фрейме, если честно, мы находимся в пределах вот этого зеленого диапазона, который я когда-то рассматривал в качестве рыночного шума. И даже если мы сейчас обсуждаем тот факт, что здесь зафиксирован отскок, здесь нет необходимого входа в этот серый диапазон боковик. То есть здесь нет необходимого вот этого входа, который есть в паре доллар-франк. Вот он практически вход в этот серый диапазон уже здесь зафиксирован. Соответственно, видно, что иена чувствует себя более стабильно против американского доллара, в отличие от швейцарского франка, потому что франк, скорее всего, копирует движение в паре евро-доллар как минимум в более такой высокой степени. Итак, на четырехчасовом тайм-фрейме, да, мы не обновили вот эти вершины, но все-таки видно, что здесь уже произошел прорыв линии тренда. Вот она практически, вот она линия тренда. Соответственно, скорее всего, сейчас мы начинаем двигаться в пределах на х1 вот такого потенциального восходящего тренда. Давайте я сейчас его зафиксирую на х1, вот этот потенциальный восходящий тренд. То есть здесь вполне вероятно, что может, вслед за снижением пары евро-доллар, чтобы здесь сформировалось восходящее движение. Насколько оно надежно, каждый для себя решает. Я не буду подключаться, объясняю почему. Потому что, во-первых, здесь есть одна впадина, здесь есть вторая впадина, то есть здесь нет трех впадин. А это для меня очень важно. При любом тренде мне нужны вот эти три опорные точки. Плюс, даже если здесь сформируется восходящий тренд, он пока не обновляет вершины предыдущего более тяжелого х4 таймфрейма. Вот этого более тяжелого, одну секундочку, х4 таймфрейма. Так, вот это я хочу перенести на дневной таймфрейм. И, соответственно, для меня это само по себе свидетельство, свидетельствует о том, да, здесь я это перечеркнул, что вот это практически потенциальное движение вверх, оно не очень стабильно. Но те, которые сохраняют свои короткие позиции, должны понимать, что в известной степени можно утверждать, что уже линия вот этого нисходящего тренда пробита. И это само по себе говорит, что этот нисходящий тренд, скорее всего, начинает слабеть. У меня на этом все по европейским парам и по паре доллар-иена. Жду ваших конкретных вопросов по этим валютным парам. Если они есть в чате, пишите ваши вопросы в чате. Если есть конкретные вопросы, пишите в чате. Значит, Михаиленко Роман спрашивает, одну секундочку, повторите, пожалуйста, в конце по евробакса. К сожалению, у нас время ограничено, и чтобы я смог прокомментировать другие пары, у нас вряд ли получится так детально обсуждать все вот эти валютные пары снова. Но я вам хочу сказать, Михаиленко Роман, потому что я вижу, что вы совсем недавно начали подключаться к нашим обзорам, то есть вы, скорее всего, новый участник. Вы можете все, что я сказал по паре евро-долларов, всегда на YouTube найти. Вот практически на YouTube у нас есть страничка у компании Alpari. Можете просто написать Alpari, она сразу отобразится. Вот заходите в раздел Alpari, и заранее хочу сказать, что приблизительно через час или полтора, максимум после окончания моего обзора, здесь в списке все видео, добавится вот этот очередной обзор по валютному рынку. И вы там просто что можете сделать, Михаиленко Роман, заходите, посмотрите, когда я начинаю обсуждение, например, вот таким образом валютного рынка с точки зрения графиков, и здесь выберите именно тот момент, когда, допустим, я обсуждаю пару евро-долларов. То есть вы все это всегда, в принципе, имеете в виду, уважаемые зрители, можете смотреть в таком формате в чате. Тем более, что Михаиленко Роман, что я хочу сказать, еще раз я понимаю, вы новый участник, вы всегда можете потом, когда этот обзор, он не только на страничке отображается, не только на YouTube отображается, но также и на страничке компании Alpari, в разделе аналитика Forex, просто заходите, выбирайте мой обзор, конечно, там будет написано 12 марта, когда он появится на страничке. В любое время в комментариях, вот просто выбирайте, и здесь, соответственно, можете задать ваш вопрос. То есть написать мне веселин, или там можно даже и без обращения, написать, извините, вот можете ли мне что-то по поводу этого сказать, и так далее. Так что подключайтесь, я очень рад, что вы спросили, чтобы я и для новых участников это объяснил. Итак, я продолжаю дальше. Значит, пара доллар, канадский доллар. Здесь достаточно интересная ситуация, объясняю почему. На тяжелом таймфрейме мы увидели вот это хорошее обычае поглощение, которое сформировалось в феврале. На мой взгляд, это говорит о том, что здесь формируется впадина, и даже потенциальный отскок от линии тренда. Конечно, если Федрезерв не сделают некую ошибку на следующей неделе, скорее всего, здесь вероятность того, что мы пойдем потихонечку вверх, или хотя бы зигзагом, чтобы сохраниться, траектория сохранилась восходящая, останется при грамотном решении со стороны Федрезерва. Итак, на дневном таймфрейме здесь от психологического уровня 1.30 мы немножечко скорректировались, но все-таки на более мелких таймфреймах четко и ясно продолжается восходящее движение, нехорошо видно на х1. Вот оно практически на х1 движение, которое практически произошло на прошлой неделе. Итак, самое интересное, вот он практически вот этот мини-тренд на х1, который я проводил через вот эти впадины. После статистики по рынку труда в Канаде и в США пара все-таки доллар-канадский доллар смогла пробить эту линию, то есть канадский доллар также показал более-менее нормальную статистику по рынку труда, которая на самом деле в соответствии с ожиданиями, что там 15 тысяч приблизительно от 15 до 20 тысяч новых рабочий месяц будет создано. Но я хочу сказать, что хотя здесь пробита линия вот этого часового таймфрейма, на мой взгляд это не говорит, не свидетельствует о том, что это движение восходящее разворачивается. Объясняю почему. Потому что на х4, если мы проведем вот эти условные линии тренда, видно, что может быть, даже есть потенциал к еще такому маленькому движению вниз. Давайте на х4 я нарисую вот эти впадины здесь. Условные линии тренда на х4. Мне кажется, что мы можем просто сохраниться вот в таком восходящем движении, которое будет немножечко более широким. Так что эта впадина может в ближайшее время сформироваться. И для меня, хотя на х1 произошел вот этот прорыв, я не считаю, что это настолько негативно для дальнейшего движения вверх. Возникает вопрос на х4, стоит ли сейчас подключаться. Вы знаете, по сути я всегда отдаю предпочтение трем свечам, и не если формация такая более надежная, дочь с бычьим поглощением. Здесь такого пока еще нет. Поэтому я бы пока еще воздержался. И на самом деле, если вы перейдете на 30-минутный таймфрейм, лучше бы, чтобы на 30-минутном таймфрейме вот это коррективное движение, я сейчас не буду его, то есть я его обозначу, то есть вот эти условные коррективные движения, которые могут сформироваться, кунтуру или рамки мощи дома себе нарисовать, если они сломаются, только тогда я могу рассмотреть такую краткосрочную сделку на покупку на мелких таймфреймах. Итак, у меня по канадскому доллару это все. Все-таки я предполагаю, что при прочих равных условиях, в случае, что в случае, если Федрезерв не совершит некую ошибку на следующей неделе, я предполагаю, что траектория здесь восходящего тренда вполне вероятно сохранится. Австралийский доллар и новозеландский доллар имеют очень схожую динамику в последнее время. Они на прошлой неделе зафиксировали маленькие росты. Давайте я здесь все-таки покажу, что на weekly таймфрейме мы пока еще находимся в пределах бычьего поглощения. Также на самом деле на дневном таймфрейме идем, конечно, в пределах восходящего тренда, но на более мелких таймфреймах мы сохраняемся, грубо говоря, в пределах таких коррективных движений. Также для меня, чтобы отказаться от вот этого диапазона, как минимум, для начала мне нужно, чтобы австралийский доллар-доллар поднялся выше вот этого уровня 79,5. Пока он сохраняется ниже этого уровня, мне кажется, что вероятность того, что мы будем идти вниз, сохраняется. И на данный момент вопрос времени, когда начнется вот это нисходящее движение при прочих равных условиях. Поэтому на более мелких таймфреймах здесь можно следить, как и в паре канадский доллар-доллар, за вот эти локальные такие мини восходящие тренды, которые имеют коррективный характер на более тяжелых таймфреймах. Если мы их сравним с этими более тяжелыми трендами. Вот в том случае, когда закончатся вот эти коррективные движения на 30-минутных таймфреймах, вот если они сломаются, вот тогда можно, на мой взгляд, рассматривать такие краткосрочные сделки на продажу, как и в паре доллар-канадский доллар, так и в паре австралийский доллар-доллар. Также практически схожая ситуация и в паре новозеландский доллар-доллар, потому что и тут сохранилось от этого медвежье поглощение. В целом я хочу сказать, что свои долгосрочные сделки сохраняю в паре новозеландский доллар-доллар, то есть я их не трогал, они у меня висят, тейк профит у меня на 61-м, 50-м уровне по фибоначчи, исходя из вот этого движения, то есть исходя из вот этой волны, а стоп-лосс у меня выше 76, то есть там я тоже ничего не трогал. Видно, что здесь на самом деле в паре новозеландский доллар-доллар нет каких-либо четких и ясных движений вниз на более мелкие таймфреймы. Также здесь, конечно, на 30-минутном таймфрейме есть вот эти коррективные движения, которые есть в известной степени, они очень схожи и в паре канадский доллар-доллар и австралийский доллар-доллар. Поэтому вот эти три пары, скорее всего, они могут иметь в определенное время, потому что являются сериевыми валютами, очень схожие движения. Вот когда закончатся вот эти коррективные движения, я не говорю, что сразу здесь начнется разворот, но когда мы выйдем за пределы вот этих коррективных движений и обновим предыдущую, некую предыдущую впадину, вот тогда, мне кажется, будет возможность потихонечку искать момент на продажу на мелких таймфреймах, чтобы совершить некую краткосрочную сделку. А так, пока еще мы идем на мелких таймфреймах, видно, что эти пары идут вверх. Золото последний инструмент, он практически в отличие от сериевых валют австралийский, канадский, новозеландский доллар против доллара не смог вырасти, потому что у него также срабатывает вот эта характеристика или качество актива убежища и именно в паре доллар-японская иена и в паре доллар-франк. На прошлой неделе мы зафиксировали рост у американского доллара против этих активов убежища, поэтому хочу сказать, у золота не получилось след за сериевыми валютами пойти вверх, у него просто сбалансировался это отличительная черта от разграничилась с активами убежищами, получается, то есть ни туда, ни сюда. И, соответственно, на местном таймфрейме пока формируется дочь. Это само по себе говорит, что здесь видно, есть очень мощное сопротивление для дальнейшего роста золота, тем более, что вот этой обычной свечи локальный максимум выше вот этого максимума, выше текущего месячного максимума. Если так сохранится вот эта череда снижающихся максимумов локальных вершин, то это будет говорить о том, что здесь формируется впадина. На уикли таймфрейме, да, на прошлой неделе здесь не смогло зафиксироваться вот это медвежье поглощение, но, исходя из текущей свечи, оно может уже в конце этой недели сформироваться. На дневном таймфрейме, мне кажется, что для начала мы будем тестировать вот эти моменты консолидации, которые были в начале января. То есть на прошлой неделе я говорил, что на хорошие статистики, я предполагаю, что на 10-15 долларов скорректируемся. Приблизительно такое движение произошло вниз на нормальной статистике по уровню труда. Видно, что эти нисходящие тренды немножечко меняют свой вид, но они практически на данный момент остаются. Поэтому давайте я поменяю немножечко направление вот этих линий. Соответственно, если мы вот так проведем через вот эти две вершины одну линию, вот можно предположить, что вот такое движение зигзаг вниз сможет сформировать. Многое зависит от федрезерва. Может быть, золото уже окончательно определит свою динамику после заседания федрезерва, как и большинство инструментов. Но до этого, вполне вероятно, просто будем видеть некий такой рыночный шум. И поэтому будьте очень внимательными. Итак, жду ваших конкретных вопросов по сегодняшнему обзору. Если они есть, пишите в чате. Если есть конкретные вопросы, пишите в чате. Отвечаю на ваш вопрос, Сергей Виктор. Почему фунт не падает к доллару, когда остальные валюты падают? Вот знаете, я озвучу мое мнение. Конечно, я не утверждаю, что я прав. Но раз вы меня спросили, я озвучу свое видение и скажу, почему, на мой взгляд, как вы там написали, фунт не падает к доллару, учитывая, что все остальные валюты падают. Но я предполагаю, что когда вы говорите все остальные валюты падают, вы имеете в виду все вот эти мажорные валюты, которые мы рассматриваем. Потому что, может быть, есть очень много других валют, которые движутся в разных направлениях против доллара. И мы их не рассматриваем. Но я озвучу свое мнение, почему фунт не падает. То, что вы пишете, в отличие от других валют. Итак, давайте мы перейдем на дневной таймфрейм. Думаю, что это нам вполне достаточно. Соответственно, мы начнем с пары евро-доллар. Вот она, пара евро-доллар. Локальная вершина когда-то сформировалась вот здесь. Это, грубо говоря, уровень 1.25. Давайте мы его возьмем 1.25.50. Текущий уровень, который мы видим, это 1.23. 2.5 цента. Это получается приблизительно 2% вниз. То есть, от локальной вершины 1.25 на 2.5 цента снизилась пара вниз. Соответственно, это, грубо говоря, снижение на 2% от своего локального максимума. Надеюсь, это было слышно и понятно. Это пара евро-доллар. Идем к паре фунт-доллар. Если мы возьмем вот этот, то также самый локальный максимум, который был на уровне, грубо говоря, 1.42, даже 1.43. Видно, что здесь 1.42.80. И мы посмотрим, на каком уровне мы находимся сейчас. 1.38. Получается, это 4 цента вниз. То есть, у нас практически произошло движение вниз на 4 цента. С той же самой локальной вершины. Если мы посчитаем, сколько это в процентах получается, это получается приблизительно чуть больше 3.4-3.5%. Потому что 3, если умножим на 1.4... Извиняюсь, это получается 2.7-2.8% вниз. То есть, получается, что за этот самый период фунт снизился намного больше. Это, конечно, мое мнение. Против доллара, чем евро снизился против доллара за этот же период. Видно, что почти даже на 1% больше условно фунт обесценился против американского доллара, чем пара евро-доллар. Если мы обратим внимание на австралийский доллар и также возьмем вот эту локальную вершину, 81, там, ну, приблизительно 81. Мы сейчас находимся на уровне, грубо говоря, 78.5. То есть, это 2.5 цента вниз. Это, грубо говоря, также эти приблизительно 3%, которые практически зафиксированы и у британского фунта против доллара. Да, там практически британец корректировался на 2.7-2.8. Здесь чуть-чуть больше скорректировался австралийский доллар на 3%. То есть, это маленькое отличие. Но важно, что фунт скорректировался больше, чем евро. Если мы перейдем к паре доллар-франк, да, здесь произошло, можно сказать, от этой локальной впадины движение вверх на приблизительно уже получается 3.5%, потому что это актив-убежище. Если мы возьмем доллар-иена, одну секундочку, то есть, если мы возьмем доллар-иена, здесь наоборот получается, что от локального минимума 105.30 до текущего уровня это всего лишь 1%. То есть, мы видим, что иена чувствует себя, исходя из графика, наиболее стабильно против американского доллара, потому что она упала всего лишь на 1% против американского доллара, всего локальные практически там с локального минимума. То есть, получается, что фунт упал намного больше, чем евро, чем японская иена. Если мы возьмем новозеландский доллар-доллар, с этой вершины с 74 до 73, это всего лишь там 1 цент и, ну, грубо говоря, 1 цент и несколько пипсов. Это меньше 2%, 1,7-1,8% получится размер вот этого коррективного движения. То есть, мы видим, что фунт упал значительно почти в 2,5, ну, как минимум в 2 раза сильнее, чем и новозеландский доллар. Также, если мы рассмотрим и золото, конечно, золото уже другой инструмент, мы увидим, что там золото наиболее сильно упало со своей локальной вершины, но золото более такой волатильный инструмент. Но, почему я этот сравнительный анализ привел? Потому что на данный момент оказывается, что иена самая стабильная против доллара. Потом видно, что, то есть, фунт упал намного сильнее иены, фунт упал намного сильнее, чуть сильнее, в 1,5 раза сильнее евро. Фунт упал практически в 2 раза сильнее новозеландского доллара. Фунт упал практически приблизительно на том же уровне, на котором упал и австралийский доллар. Если на самом деле мы посмотрим канадский доллар, там также практически ситуация такая, канадский доллар очень слаб против, исходя из вот этой вершины, потом практически канадский доллар, если мы возьмем эту же вершину, тут вообще намного больше снижение. И тогда получится так, Виктор Сергеев, что единственный франк из всех мажорных валют, которые мы обсуждаем, упал сильнее британского фунта, который, грубо говоря, на 2,8% упал, британский фунт, а швейцарский франк где-то уже на 3,5%, даже к 4%, грубо говоря, можно сказать, можно его рассматривать, что упал. Соответственно, почему я это показываю? Потому что не надо всегда, на мой взгляд, на ежедневной основе отслеживать вот эти движения. Типа, если сегодня евро, например, упал, и фунт не упал, а почему фунт не падает? Может, потому что он заранее уже отыграл это движение? Понимаете, мы должны отслеживать. То есть я всегда так делаю, я отслеживаю глобальную динамику. Иногда есть такие случаи, когда какая-то пара в ожидании какого-то важного события находится в застое. И то есть для меня это такой момент, когда она просто ждет подтверждения, нужно ли идти в том направлении, в котором шли все остальные пары, или тут будет немножечко нечто другое. И со временем она, если там после выхода какой-то важной статистики или событий оказывается, что ничего тут радикального нет, пара вслед за другими парами быстро корректируется. Или вот так они практически рано или поздно, могу сказать, что многие пары имеют схожую динамику против доллара. Тем более, что я так говорил, что в последнее время, мне кажется, что очень много зависело именно от заседания ЦБ, также сейчас от заседания Федрезерва, и скорее всего большинство валютных пар имеют очень схожую динамику против американского доллара. Поэтому в качестве заключения хочу сказать, мне не кажется, что фунт рос на фоне, допустим, падения евро. Нет, я этого не вижу. Это просто немножечко такое расхождение времени. То есть, поэтому я сказал, что не надо там на ежедневной основе рассматривать вот эти схожие движения. По моему мнению, это мое личное мнение, каждый уже сам для себя решает. Я еще раз вначале вам сказал, я не утверждаю, что я прав, но я всегда вот так сравниваю, в основном сравнительный анализ делаю валютных пар. Хорошо. У меня на этом все. Будьте очень аккуратны, потому что завтра рано утром было что-то, что выходило по Новой Зеландии, если я не ошибаюсь. Но вы можете посмотреть в календаре. Поэтому будьте очень аккуратны. А так мы снова с вами увидимся завтра в 15.00 по московскому времени. Если вы подключитесь к обзору по валютному рынку, а если вы подключитесь и к обзору по криптовалютному рынку, то тогда увидимся намного раньше, то есть завтра в 10.30 по московскому времени. Всем спасибо, хорошего вечера и удачных сделок. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...